Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 22 декабря 2017 года, пятница, конец недели, и я предлагаю поговорить сегодня на очень стратегические темы. Обычно мы с вами рассматриваем новостную ленту, то, что происходит в рамках этого года, кто как походил, какие происходят процессы в глобальной политике. При этом очень часто мы с вами замечаем, что новостная лента показывает какие-то такие события, которые сами по себе всей картины не дают. Они дают проявления, факты, какие процессы за ними происходят. В общем-то, нужно прикладывать усилия, нужно сравнивать, нужно сопоставлять различные материалы, различные статьи, мнения аналитиков и так далее, и тогда вырисовывается, в общем-то, картина мира. Это очень важная часть работы. Кстати, я хочу сказать, что таких специалистов в природе не очень много, их нужно готовить, и это тоже одна из стратегических задач. Но сегодня я хочу поговорить о стратегических задачах с горизонтом планирования лет в 25. То есть, мы с вами понимаем, что сейчас мы вступили в предвыборную кампанию. В рамках этого года и следующего года, особенно первой его четверти, мы с вами будем наблюдать события, связанные с тем, что Россия будет выбирать нового президента, новый президентский срок. Мы прекрасно понимаем, как эти выборы должны состояться, но мы точно знаем, что по нашему опыту, по нашему опыту украинскому, грузинскому, ближнего востока, севера Африки, это будет драматическая история, и, в общем-то, будут попытки нас расшатать. Это все краткосрочная история. А давайте подумаем о том, какими будут наши дети, мы с вами будем в глубокой старости, лет через 20-25 они уже будут управлять этой страной, и, в общем-то, насколько мы их готовим к этой непростой задаче, и насколько мы задумываемся о таком горизонте планирования. Тут проблема-то в чем? Люди сообразно возраста, они, в общем-то, увеличивают свой горизонт планирования очень-очень на немного. Когда ребенку там 5 лет, 6, 10, 12, он все равно рассуждает на уровне здесь и сейчас. То есть ему надо там три раза поесть, ему надо сладости, ему надо игрушки. Если он увидел работающий телевизор на YouTube и какая-то трансляция какой-нибудь GTA, он, конечно же, побежит, у него есть вот желание, ему надо его исполнить. Горизонт планирования здесь и сейчас. Когда человек достигает 18-летнего возраста, меняется очень немногое. Люди, заработанные деньги, тратят все подчистую и совершенно не думают о том, что они будут есть там завтра, послезавтра, через месяц. Горизонт планирования немножко увеличивается, но не настолько. И только люди, которые берут ответственность за свою жизнь сами, которые работают, которые заводят семью. Что такое завести семью? Это не только любовь, это еще и ответственность за близкого человека, за детей, которых семья может родить, да, за их обучение, воспитание. Это, в общем-то, хозяйственный проект. Хозяйственный в том смысле, что люди в возрасте там 25 плюс, они должны планировать, они должны предвидеть, они должны управлять своей жизнью и своей судьбой. Потому что управление – это все равно планирование, это все равно предвидение. Так вот, я хочу напомнить историю про крестного отца, который, помните этот фильм знаменитый, да, где пришли его сыновья и предложили ему, в общем-то, преступный способ зарабатывания денег. Они предложили со своими друзьями, занесли денег для разговора, да, и предложили торговать героином на их территории. Так вот, он сказал, встали и вышли отсюда, иначе убью. Потому что меня интересует, кто будет жить на этой территории через 25 лет? Какие будут дети, внуки, и будут ли они вообще? Или мне придется тратить эти деньги на то, чтобы убивать сколовшихся детей или друзей моих? Вот горизонт планирования 25 лет. Мы с вами живем в достаточно суетливом мире. Нас интересуют сиюминутные приходы, нам надо закрыть там долги, налоги там в рамках недели, максимум месяца. И мы, в общем-то, очень мало задумываемся над тем, а какие дети растут вот вокруг нас, что они могут, к чему они готовы, а к чему не готовы, насколько у них тепличные условия, насколько мы им создаем, ну, смазываем дорожку в реальном смысле слова. Некоторые же люди считают, что чем больше мы убережем наших детей от трудностей, тем жизнь у них будет легче. А на самом деле, когда наше влияние на это дело ослабевает, то выясняется, что наши дети вообще ни к чему не приспособлены. Фактически, я хочу подвести итог, год заканчивается, тому, о чем мы с вами говорили на наших эфирах. Мы, безусловно, рассуждали о глобальной политике, мы рассуждали о русском проекте глобализации, мы рассуждали о том, в каких условиях Россия возвращает свой государственный полный суверенитет, но основная тема, она исподволь шла. Она заключалась в том, что информационная война в долгосрочной перспективе – это прежде всего работа с подрастающим поколением. Мы с вами можем друг друга убеждать в чем угодно, в спорах, в социальных сетях до бесконечности, но это не будет определять никаким образом политику, например, в государстве в 2025 году или в 2030, когда мы с вами уже будем достаточно старыми людьми, а наши дети вступят в пору управления этой страной. Получается, что все наши усилия должны быть сосредоточены сегодня на тех, кому 10, 15, а по большому счету еще и 5, и 3, и 2. И все, что мы можем сделать для этих детей, нам надо с вами четко структурировать, четко сформулировать, потому что от этого, как это не банально будет звучать, зависит, собственно говоря, и наша старость. Будет ли она вменяемая или хотя бы сытая, или хотя бы не голодная. Или мы будем жить в домах престарелых, и наши дети будут заниматься сиюминутными делами, с очень маленьким горизонтом планирования, да, а ответственность перед родом, перед родственниками, для них будет пустым информационным шумом. И эта вина будет ничья, а только наша с вами, потому что мы в свой период ответственности, да, очень много занимались, гонялись за рублем, но очень мало думали о будущем. А будущее требует планирования и управления. Фактически я предлагаю сегодня структурировать все наши разговоры, подвести итоги, и, в общем-то, выписать прямо в столбик вот этот план, что можно сделать сегодня методически в нынешних условиях, во-первых, оценив состояние среды, где мы живем, как мы живем, да, какие наши дети, какая у них компетентность, да, нехорошее слово, нерусское, да, что они умеют, чего они не умеют, чего они хотят, насколько у них хватает запала для жизни и так далее, и так далее, и так далее. Я предлагаю начать с самого главного или самой главной проблемы, которая непосредственно упирается в вопросы информационной работы с населением, это наши речевые навыки. Вот, казалось бы, да, информационная война, политика, глобальная политика, спецслужбы, да, а мы с вами будем говорить о речевых навыках. Дело в том, что мы на телевидении очень внимательно следим за такой, за этой частью жизни, потому что это наша профессия, да, и мы обращаем внимание, анализируя, например, западные телеканалы, мы обращаем внимание, что методика преподавания речи, речи, да, а это первая, это начальная школа, уроки развития речи, она имеет принципиальное отличие от западных стран. Это выглядит таким образом, что если, например, зайти на какое-нибудь ток-шоу западное, да, вот просто переключать каналы и зайти на французские каналы, на немецкие, на американские, то мы с вами увидим, что люди, может быть, они и подготовлены, но люди, у которых берут интервью на улице, у которых берут интервью там в студии и так далее, это люди, которые говорят таким образом, что речь течет как молоко. Если взять и переложить такой навык, что речь течет как молоко в том смысле, что ребенок не напрягается совершенно относительно того, что у него там спирает дыхание, он стесняется относительно того, что о нем подумает, он вынимает из оперативной памяти следующее слово или следующее предложение, совершенно не напрягаясь, то такой навык, естественно, нужно развивать в возрасте от двух, ну, некоторые дети начинают говорить и в 9 месяцев, некоторые в полтора года, некоторые в три, ну, в общем-то, условно, средневзвешенное начало разговорного опыта это два года, вот где-то с двух до семи лет. И вот этот вот период на самом деле в этом смысле самый критически важный, когда закладывается развитие речи. И вот здесь мы с вами упираемся в ключевую проблему информационной безопасности страны, которая называется речевые навыки мамы. Немецкая разведка однажды провела исследование относительно IQ детей, молодых, которые, ну, Германия это тоже многонациональная страна, там много разных конфессий, разных народов, они немножко по-другому относятся к совместному проживанию, но, тем не менее, проводят исследования относительно IQ детей. Ну, это интеллектуальный показатель, который характеризует соображалку, характеризует способность рассуждать, там, выбирать из нескольких вариантов какой-то. И они пришли к интересному выводу, что способности ребенка во многом зависят от образования мамы. Я помню, вот у нас в 70-е, 80-е годы, когда было мое детство, у нас очень часто обсуждался такой вопрос, что, а зачем там девочке вот это высшее образование, зачем ей какое-то техническое образование? Она сейчас выскочит замуж, родит детей, будет дома заниматься с детьми, и, собственно говоря, вот вся ее карьера. Оказывается, что такой подход создает минус замедленного действия именно в том, что отсутствие образования у мам, причем образования не обязательно технического, не обязательно специального, не обязательно там ядерная физика, а именно гуманитарного базового образования. Умение говорить связано, умение читать и умение разговаривать, умение вести дискуссии, особенно составить плечо дискуссии, например, мужчины, у которого может быть огромное количество специальных тем для обсуждения. То есть, насколько женщина приспособлена для полноценного диалога с мужчиной, например. И вот этот критерий, как оказалось, по мнению немецкой разведки, он является ключевым. То есть, мамочки после рождения ребенка, они находятся вместе с ребенком подавляющее максимальное число времени в году, и от того, как они ведут диалог с ребенком, собственно говоря, речевые навыки детей и закладываются. И дети начинают говорить. Я хочу напомнить, что в прошлом году мы провели несколько эфиров с учительницей из Петербурга, которая по методике Жохова, она работала маркетологом в крупных компаниях, а потом у нее дочка пошла в первый класс, и она решила, что надо ей помочь, потому что ее немножко не устраивали и уроки развития речи в том числе. И она по методике Жохова устроилась учительницей начальных классов, у нее было педобразование. Благодаря этим урокам, эфирам у нас в Симферополе тоже открыли класс по методике Николая Ивановича Жохова. Суть не в этом. Я в данном случае не пропагандирую, не рассказываю, просто в этой методике есть одна ключевая особенность. Дети занимаются хоровым чтением. Они занимаются чтением с экрана, при этом очень мало отвлекающих моментов, плакатов, там разных текстов, картинок, и они, в общем-то, сосредоточены на этом. И при этом они не просто занимаются чтением с экрана, хоровым, когда речь открывается и зажимов не остается. Там очень мало индивидуальных, они тоже есть, но они там не с первого класса, но вот хоровое чтение, хоровое чтение стихов, басен, сказок и так далее. И, что самое интересное, диалоговые упражнения, связанные со сравнениями, на что похожа снежинка, на что похожи сравнения. Вот базис риторической фигуры у детей, благодаря этой методике, закладывается очень парадоксальное мышление и при этом очень яркая образная речь. И когда такие дети, у которых нет зажимов, которые могут говорить, и речь течет, как молоко, начинают дискутировать со взрослыми, взрослые берутся за голову. Они отвыкли от того, что ребенок в возрасте 5-7 лет способен вести себя на таком интеллектуальном уровне. А дело всего лишь навсего в методике. Дело всего лишь навсего в том, чтобы, знаете, инструмент был в руках. Был в руках инструмент для того, чтобы довести ребенка до необходимого уровня качества, человеческого качества. И поскольку я думаю, что у нас с вами не очень много возможностей открывать такие классы везде, я думаю, что надо задуматься над тем, каким образом бесструктурно повлиять на общую ситуацию, повлиять на родительское сообщество, повлиять на учительский корпус, так, чтобы это стало модным. Вот не более, не менее. Вот представьте себе, быть необразованной мамой, чтобы было стыдно. Если разговоры между мамочками, на форумах мамочек будут вестись не только о пеленках-ползунках, не только о материальной стороне воспитания детей, но будут еще и вестись относительно методик. И тоже не только с точки зрения того, в какой кружок отдать, какого преподавателя или педагога нанять для того, чтобы это все происходило, а прежде всего компетенция самого главного педагога, мамочки. А что мы умеем? А чему мы научились? А какие мы читаем книжки? А как мы их читаем, хором или не хором? И вот вырисовывается такая вот штука, которую сегодня реально можно сделать модным исключительно только через... Ну, во-первых, воспевание в социальных сетях. Вот как ни крути. Первый канал информационной работы с населением сегодня – это интернет и социальные сети. А социальные сети, конечно же, это прежде всего персоны влияния, то есть люди, которые имеют такой опыт, которые могут таким опытом поделиться, причем не только в виде статей, не только в виде блогов, когда тексты. Это очень удобно, когда ты едешь, и ты можешь прочитать что-нибудь там, маршрутки, в такси и так далее, но на самом деле очень не хватает в передаче такой информации вот именно живой речи. Если мы воспитываем живую речь, то очень было бы неплохо в интернете, в социальных сетях посевать сами уроки, сами занятия. Методические, 10-минутные, 15-минутные ролики, в которых будет расписан план занятия по дням. И вот спрос на такой педагогический, подсобный материал, который ни в коем случае не мешает, например, развитию школьной программы. Школьный процесс – это отдельно. А вот именно семейный процесс. Вот чтобы взять и повысить в течение ближайшего 2018 года общий интеллектуальный уровень среды, в которой мы с вами живем, таким образом, чтобы все мамы обратили внимание на эту проблему. И тогда у нас, с учетом того, что физиологически мозг ребенка растет с 4-летнего до 7-летнего возраста, он просто увеличивается физически, у него создаются новые нейронные связи, эти нейронные связи прокладываются прежде всего речевые, потому что сначала слух, потом глаза, и потом мозг начинает дорастать примерно с 12-13-летнего возраста. Там закладываются уже такие половозрелые модели поведения, потому что 12-летний возраст – это переход от детства к юношеству. И вот на этот возраст, мамочки, у которых дети 2008, 2009, 2010 годов рождения, вот это было бы очень здорово, если бы в следующем году мы с вами подумали над тем, каким образом создать контент, не русское слово тоже, но очень такое, компактное, емкое, то есть информационную среду в виде сериалов, блогов, фильмов, обсуждений, ток-шоу и всего, чего только можно, что не может пройти мимо глаз, для того, чтобы создать в обществе моду на говорящих мам. Это, кстати, подтянет и пап. Причем я хочу обратить внимание, на самом деле я сейчас говорю о мамах, при этом мы с вами в скобках прекрасно понимаем, что в школах речевые навыки больше развиты у женщин, у девочек. Заходишь в класс, в 10-й, в 11-й, говоришь, дети, здравствуйте, расскажите, как вы провели лето, и девочки вскакивают и начинают тараторить и рассказывать, причем совершенно свободно. Не все, понятное дело, только там передовики, там персоны влияния и так далее, а мальчики, подавляющее большинство, они начинают разглядывать шнурки и, в общем-то, не могут выдавить из себя ни слова. Это тоже большая проблема. Девочки-то понятно, мы над ними можем поработать, у них есть базис, они все равно говорящие, они могут щебетать там больше, чем мы с вами, там в несколько сотен раз, я имею в виду мужчин. А вот с мальчиками целая проблема. У нас мальчики тотально не говорящие. На это накладывается еще и наше совместное воспитание. Мальчики вместе с девочками достигают половозрелого возраста, и даже методически мы прекрасно понимаем, что там уже не до учебы, то есть смотрины начинаются. Это очень сильно отвлекает мужчину, да, особенно если он еще и не уверен в себе, у него речевой аппарат перекрыт, вот здесь стоят вот такие шлагбаумы, которые просто не пускают раскрыться. Вот здесь тоже требуется определенная методика, и она касается даже не мамочек, а больше папочек и дедов. Проблема заключается в том, что наших мальчиков воспитывают женщины, они их воспитывают по женскому типу психики, а мужчина все время стоит в стороне. Он занят зарабатыванием денег, он занят какими-то делами, связанными с хозяйством, с тем, чтобы обеспечить весь этот праздник жизни, но мужского влияния катастрофически недостаточно. В наших эфирах мы тоже поднимали вопрос, связанный с тем, что мужчинам нужно возвращать в процесс воспитания, причем не только на какие-то позиции в школах учителей, методистов, заучей, директоров, но прежде всего мужчинам нужно создать моду на необходимость воспитания своих сыновей. Не «абы как», не «на авось» все равно сложится не хуже, чем у других, а прежде всего для того, чтобы повысить интеллектуальный уровень, прежде всего мальчика в возрасте от 5-7 и выше, для того, чтобы он был максимально приспособлен к жизни, чтобы у него не было жизненных ситуаций, при которых он вообще впадает в ступор и не знает, как себя вести, чтобы у него не было проблем даже с драками, чтобы он был подготовлен к жизни в любой ситуации, и без мужского влияния это вопросы не решить. Женщины в этих делах плавают, они просто не понимают, о чем идет речь. Именно поэтому еще во времена копного права до 19 века дети жили с мамами, мальчики жили с мамами до 9 лет, а потом до 21 года они в основном жили с мужчинами. И это было очень принципиально важно. Именно поэтому мужчины создавали тот самый мужской дух в обществе, когда мужчина принимает решения, он хозяин, он прокладывает пространство, он делает, он изменяет мир. Женщины мир не изменяют, женщины его облагораживают, но стратегическое изменение это все равно за мужчинами. И если мы мальчиков не будем воспитывать, то когда исполнится, наступит 2025 год, и наши мальчики подрастут, то окажется, что они за маминой юбкой будут и дальше, они не будут брать на себя ответственность, они не смогут выстраивать отношения, потому что выстраиватель отношений это прежде всего речевой аппарат, ну и, конечно, вот этот вот навес, который над речевым аппаратом. А эти все вещи, они, ну, недоразвиты. Они как бы могут развиться далее, вот в период 15-летнего возраста, но кто будет это делать? А делать это можем только мы, люди, которым сейчас 40, 50, 60 лет, у которых такие навыки, возможно, еще сохранились. Но мы с вами ведем пассивный образ жизни и абсолютно не влияем на эту сферу жизни. Влиять на нее можно, конечно же, разговорами, можно занятиями, но я думаю, что нужно создавать моду, нужно сделать так, чтобы в каждом доме, на каждой кухне все понимали, что сегодня без этого не выживет ни один пожилой человек, которому там 50, да? Он проживет еще 10 лет, а потом он окажется в катастрофической ситуации, потому что он будет зависеть от молодых. А он молодых ничему не научил. Ничему не научил жизненно важному. Жизненно важному в выстраивании отношений, в построении общества, в выстраивании отношений в стране. Мы говорим о том, что страна должна быть справедливая, страна должна быть богатая, там должны быть работоспособные, дееспособные люди, а при этом мы забываем, что это все делается при помощи, коммуникации между людьми. Это профессия человек-человек, и нам нужно с вами задуматься над тем, что сегодня, вот как ни крути, мы самая, помните, в Советском Союзе говорили, Советский Союз самая читаемая, читающая нация, да? При этом забывалась такая вещь, не называлась, что мы самая малоговорящая нация. У нас все лаконично, у нас все телеграфным стилем, у нас все на уровне, да и так же все понятно, что тут объяснять. А в результате очень тонкие вещи не проговариваются, люди живут достаточно меркантильными ценностями, и при этом глубоких вещей даже не обсуждают. Словарного запаса не хватает. Не хватает вот этих вот отсутствия зажимов, когда человек может говорить, чтобы речь текла как молоко. Это стратегическая проблема нашей информационной безопасности. Это наше, кстати, исследование маркетинговое. Мы его проводили весь этот год. В общем-то мы задавали вопросы, мы делали опросники. У нас встречи с детьми, мы читаем лекции, встречаемся с педагогическим составом. И, в общем-то, вот эта проблема, как мне кажется, она сегодня является одной из самых важных. Она не проговаривается ни на форумах, она не говорится там среди методистов, на конференциях, но она самая важная именно с точки зрения государственной безопасности. Потому что безопасность будут обеспечивать люди, которые хотя бы могут сформулировать задачу, которые хотя бы могут сформулировать состояние среды, которые могут проанализировать. Речь – это мышление, это вот те самые аналитические способности, чего нам с вами не хватает даже при разборе текущей политической повестки дня. Мы с вами живем по принципу того, что мы потребляем аналитическую информацию, мы слушаем других спикеров, мы слушаем других ораторов, а сами молчим, сами никаким образом не влияем на это информационное поле, и в результате получается перехват управления. В результате получается, что вся вот эта каналия западная связана с ювенальной юстицией, гомосексуализацией общества, когда там говорящие люди заворачивают это все в очень хитрые, софистические формы, когда происходит подмена понятий, когда ответственность за преступления возлагается на других, когда в дискуссии наши дети и наши взрослые не знают, как себя вести, они сразу включают заднюю передачу и терпят поражение, либо переходят на крик, на бан и так далее, и так далее. Это на самом деле информационное поражение в информационной войне, связанной с тем, что еще в 1946 году подробненько описано в плане Даллеса. Это та самая директива, которая связана с тем, как они будут разрушать Советский Союз. Мы с вами понимаем, что Советский Союз – это аватара России, большой России, это империя, только с другой формой правления, а на самом деле там сохранилось все, даже традиции генерального штаба. И разрушение России, которое, в общем-то, активно началось после 1953 года, оно устроилось именно на этих принципах. Прежде всего была изменена система образования, было отменено раздельное воспитание мальчиков и девочек, было изменено преподавание чтения и письма, это в 60-е годы. Это все проводилось очень мягенько, планомерно, об этом знают некоторые педагоги-старожилы, но на самом деле в педагогическом сообществе это не обсуждается. В 50-е и в 60-е годы делались закладочки, связанные с тем, что надмирные ценности, ради которых люди готовы были отдавать жизнь, и отдавали ее в Великую Отечественную войну, были подменены ценностями материального обеспечения всех строителей коммунизма, подсходили подмены на всех уровнях. Но самое главное заключалось в том, что по инерции у родителей тогда в советское время было больше свободного времени, они больше занимались с детьми, соответственно, дети лучше говорили, лучше писали. А потом, когда наступила эпоха капитализма, родители как ветром сдуло, они стали зарабатывать, оставлять детей там, где придется, и в результате человеческого общения стало меньше. Вот именно из-за этого современные юноши, девушки, которые родились в 1989, 1990, 1995 году, это крайне плохо говорящие люди. Это крайне эффективно управляемые извне в темную люди. Это люди, которые выходят на всякие марши Навального 26 марта и в другие даты, и которые являются управляемыми и малодумающими людьми. Вот эту проблему я хотел сегодня, 22 декабря, очень такое важное число, сформулировать для того, чтобы посеять в информационном поле, чтобы все подумали над тем, что мы можем сделать. У нас есть методика предложения, как это сделать, абсолютно не нарушая пасочек ничьих, абсолютно параллельным контуром управления. Но мне кажется, это нужно делать, сообща со всеми родителями и учителями. Сегодня 22 декабря 2017 года, совсем немножко до Нового года. Я думаю, все у нас будет хорошо. Самое главное, что мы с вами отдаем себе отчет о нашей ответственности. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин